привет дорогие подписчики зритель канала меня зовут артур мы продолжаем проходить skyrim последней серии мы убили таки ассасинов подосланных которые хотели убить или найти просто короче говоря эту бабу садию просто бабу не хочу заморачиваться объяснять еще раз кто она такая потому что вы и сами это прекрасно помнить и сейчас нам нужно возвращаться назад путь не скажешь и близкий но при этом и недалекий была моя лошадка поблизости все было бы конечно лучше но это скотина как обычно гуляет не пойми где поэтому мы так карта поворачиваемся в нужную сторону и потихоньку топаем вперед мне кстати говорили что местные мамонты вернее не сами мамонта гиганты их охраняющие убиваются одного удара хорошо я конечно и не хотел особо на них нападать потому что я по натуре своей довольно таки миролюбивый но теперь будем знать что один удар в принципе все и все там еще бак какой-то рассказывали что так что там такой виде что короче говоря с одного удара выносит и ты подлетаешь высоко-высоко в небо это обещали ближайших патчах вроде как исправить получи скотина волки уже не страшны я уже перерос их в своем уровне так я вот туда иду да почему я не иду по дороге потому что как правило когда идешь по пересеченной местности находишь что-то интересное когда ешь по дороге находишь только так это вот и об говорю когда идешь по дороге находишь только проблемы так это что вообще тут насколько я вижу пещера хорошо сейчас мы сюда заглянем сначала мы разберемся что тут вообще такое очень красивый дерево надо сказать вот это растение издает интересные звуки и кстати говоря мне говорили что это очень редкий ингредиент поэтому я его возьму кран для живицы мы собрали живицы сонного дерева интересно для чего она выглядит важным поэтому собственно не берем огромное кострище в очередной раз отмечу как красиво в игре сделан огонь казалось бы ничего в технологическом плане сложного но при этом насколько круто выглядит ладно давайте заглянем в пещеру раз уж по пути попалась сколько там времени то у нас время почти час ночи кстати луна в этой игре просто какая-то огромная невероятная просто из на земле было такого размера луна то есть в такой близости то приливы отливы были бы просто адскими давайте посмотрим что у нас здесь о папа так я думаю что я отсюда сейчас уйду потому что именно те враги с которыми мне советовали не связываться даже если они кусают на месте вообще крайне тупые все равно дать попробуем ну да да понял не дурак дурак был бы не понял ладно будем знать все я передумал выходим таки обратно вообще эти гиганты они очень миролюбивы насколько я знаю но ладно чё обойдемся ну значит где они обитают а я все думал если они постоянно бродят по пустошам то где же они мать их живут живут они значит в таких пещерах не факт что это единственная такая пещера на пустоши это было бы просто глупо там далеки я вижу трех людей и какой-то маг на них напал давайте-ка поспешим им на помощь кому-то там явно нужно помочь а кому именно к честно говоря не знаю тут гопники тут друзей нет надо было дать вам драться между собой но да ладно что я боюсь попая лошадка лошадка нашла меня сейчас я кишки только выпущу эту тварь и мы с тобой обнимемся ух моя лошадка как хорошо что ты меня нашла так здесь истыканная стрелами тело какого то мага мы возьмем его одежду какая какая редгард к кстати говоря о редгардах надо к нашей скакать все поскакали хватит нас сегодня приключений стоят у нас это что-то встречается на дороге встречается и встречается что такое так как кирки у меня нет по моему до кирки у меня нет ну ладно вот таким образом в игре добывается руда называется привет готики 2 не помню в первую было это нет а кстати говоря вот этот вот зачищенное мной когда-то лагерь в одной из первых серий пятый шестой потому что ли там опять ходят бандиты ну да ладно не буду тратить на них время я уже гораздо сильнее них поэтому это просто будет глупая трата времени хорошо вы кто такие у нас битва с драконом была вон там собственно наш город теперь уже наш город у нас там есть свой дом у нас там есть почетное звание тана то есть мы там уже не хрен с горы как говорится вполне себе уважаемая известная личность жалко то лошадку очень быстро выдыхаешься ну то ладно поздней ночи мы приехали домой оставим лошадку где-нибудь вот здесь и никто не тронет тронет парбу к берегу так ладно не туда еду хорошо мы в нашем городе сейчас нам надо наверное переночевать до утра чтобы не искать эту редгард по всем комнатам а потом уже идти сдавать квест надеюсь она нас не обманула и мы не совершили ничего особо плохого убив этих ассасинов хотя что-то у меня закрались подозрения поглядывай в небо и будь насторожен хорошо закрались у меня подозрения что-то очень убедительно говорил этот главарь ассасина не ассасины ли они были а просто сыщики ох как у меня уютно все-таки дома круто просто шикарно кстати где лидия харчишь долгой жизни тебе там да и тебе не кашлять ты у меня хоть убирайся в тот раз живешь уж а мы поспим часов до десяти даже до одиннадцати практически хорошо ты все сидишь я смотрю тебе этот стульчик нравится для меня тоже что у нас здесь кстати а здесь она живет понятно так как-то навязали мне эту лидию и присоседилась и живет ну ладно как говорится кушать не просит блин шикарно хороший дом уютный так все пойдем где там она находится вот тут он в этой таверне знаешь в чем сейчас проблема с кейри хорошо сейчас я думаю выполним этот квест и пойдем по сюжетному маленько продвинемся дальше а то хватит на месте буксовать потом опять пойдем на вольные хлеба а потом опять подвинемся маленько по сюжету просто бежать чисто по сюжету это глупо люди которые в комментах пишет мол давай быстрее сюжетка проходи я вообще не понимаю таких людей для чего вообще эта игра чтобы в ней жить не для того чтобы за часов там десять пробежать сюжетку и успокоиться и эта игра на долгое время таких игр мало и не ценить это есть больше они тебя не беспокоят наконец-то наконец-то я спокойна твоя услуга неоценима воин моей благодарности нет предела возьми свою награду я смогла вывести из хаммерфела часть своих денег это самое меньшее что я могу сделать для тебя а я буду продолжать жить так как жила и кстати тебе всегда рады в горцующей кобыле круто 500 золота так это было прекрасно я бы так не сказал это было ужасно ты бы видела сколько там народу мне пришлось поубивать и они все с копом на меня кинулись ты не представляешь могла бы больше заплатить ну ладно вроде как я конечно в точности никогда не узнаю брала ли она мне или нет но по крайней мере будем думать что мы совершили благое дело так чем не можно продать гранаты топорик вот этот вот топорик кузнецу можно будет продать всякие ингредиенты короче говоря посмотрим у меня для всех найдется что-нибудь подходящее позови меня если что понадобится у тебя явные ингредиенты у тебя совсем больной вид у меня больной вид я хочу поучиться алхимии думаю я могу тебя кое чему научить ты просто значит у меня навык повышаешь да ну блин я не знаю нужно ли мне это давайте попробуем я какие-нибудь рецепты узнаю таким образом нет только только прибирай за собой поток из пшеницы и лютика можно изготовить лечебное зелье если ты еще не знаешь кстати у нас есть множество ингредиентов на продажу понятно давайте попробуем у меня конечно нет ингредиентов хотя посмотрим какие-нибудь вылезут там понятно ну короче говоря я думаю позже мы этим займемся на полках тебя ждут микстуры мази вид у тебя блин погляди что ты врешь что у меня вид то блин а не пугай меня женщина так зелья в принципе бесполезная вещь ну и стоит немного так пища ингредиенты ладно если потребуется лекарства ты знаешь где сейчас нужно зайти в соседний магазин продать там робу мага потом зайти в кузницу продать ему тот топор и какой-то еще там было вроде оружия хотя могу ошибаться дай мне знать если тебе что-нибудь все кто-то зовет мой товар мусором но для меня это сокровище так забирай гранаты без штекса я тебе не отдам книгу эту я уже читал натищу гранат а ты и топор забираешь ну так держи так ну все дальше зелья идет да дальше ничего особо хорошего нет все короче говоря к этому можно а вот да 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 точно ладно а подожди там еще скимитар подожди подожди да блин по брякушке всякая всячина и прочие безделицы скимитар точно все запомни я думаю нам нужно выдвигаться к седобородом знаешь в чем сейчас проблема скайрима все только и думают что осмел ты че понес из моего дома я работаю на билетора в лавке помогаю передай билетору что к моему дому еще зайдешь из тебя шкуру спущу да ладно так где у нас по карте находятся седобороды как тут это или меч фамильный ну ка ну ка а где он находится а близко давайте вот это вот в этой серии сделаем отберем у бандитов фамильный меч местного наемника так возможно в итоге он мне выбьет скидку на изучение одноручного оружия а в следующей серии пойдем к седобородом надеюсь мы все успеем конечно в этой серии так я могу туда быстро перекочевать могу в лагерь тихий хлам оттуда уже махом будет блин хаджи там наверно интересно играть не знаю в принципе мой персонаж тоже для скрытности очень хорошо приспособлен все таки эльф тем более лесной лудный город так ладно ой я же вас уже зачищал лошадка ты у меня какая-то блин от мороженого дикая лошадь ну в принципе ладно мне это нравится вскакали так я не уверен что мы оттуда сможем обойти давайте-ка мы лучше с этой стороны откуда он тут вообще взялся я всех тут подчистую вырезал этих бандосов все таки один какой-то мало появился правильно говорят это место просто не бывает делят сферы влияние так вот уже похоже она что у нас там интересно я с такого расстояния смогу в кого-нибудь попасть нет кто меня видит вообще ну вроде их там не так уж и много но не сказать что мало не попал это было ожидаемо я никогда не славился особо меткой стрельбой и упс ну как я и говорю кто-то сквозь стену у нас прошел или это дверь они меня видят да да ты смотри я же ну ладно хоть одного высека короче говоря с дальнего расстояния у меня пока скилла не хватает их выносить да что ж ты луком ты меня стреляешь какой противность молодой человек так ладно еще есть желающие у вас значит это шахта такая да судя по всему по крайней мере бывший шахт посмотрим что у вас здесь судя по всему они намного слабее меня поэтому с ними будет просто но но расслабляться все таки я думаю не стоит нормально так вовремя отскочил а ты типа ничего не слышал да 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 как я сквозь тебя летает ладно ладно что-то с луком надо делать хорошо золото ключ от шахты да я же говорил шахты ладно где-то у нас f5 сохранимся ну шо бандосы главарь бандитов я думаю я их просто попробую порубать да ёл нечисто подожди подожди а чё блин я назад-то отойти не мог подожди я не могу подожди я не могу подожди я не могу потому что этот главарь нас убил уже раз на пятьсот ждём 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 ух ух по-другому не получается с ним что-то просто нереально драться ich لم Думаю, вы не понимаете, о чем я говорю. Просто я хочу сообщить о том, что большая часть смертей вырезана. Этот умер уже раз 500, наверное, на этом главаре. А у меня ударов с трех сдувает просто по непонятной причине. Хотя я сильнее его вроде как. Это странно. Ну ладно, давайте сохранимся и попробуем таки его приголубить, как говорится. Иди сюда, дорогой. Вот сейчас он стоит спиной ко мне, и я думаю... Сейчас тебе будет чуток скумы. Да шо ж ты? Какой сильный-то, а? Ну, наконец-то, скотина, ты подох. Это же ужас какой-то, бляха-муха. А сколько раз ты меня убил? Так. 100 золотых. Где там у тебя? В этом сундуке, что ли? Ох, ты меня упарил, упарил. Не буду врать. Дельфийский щит. Это хорошо стоит. В принципе, и это возьмем, потому что мы же сейчас все равно в город идем. Продадим. Чем еще тут можно поживиться? Да, было нелегко. Признаю. Сейчас, я думаю, воспользуемся быстрым перемещением. Чтобы обратно не пилить пешкодрапом. Ух ты, куда я попал? Это явно не выход, да? Но, тем не менее, это вывело нас на открытую местность. Шевелишься. Нифига себе. Но, раз оно вывело нас на открытую местность, мы прямо отсюда совершим путешествие в Айтран. Только я уже вижу, что, скорее всего, не получится. А нет, получилось. Хорошо. Так. Пойдем сдавать квест наемнику. Не самый был интересный квест, кстати говоря. Но, вполне неплохой. Опять же, как минимум, одна уникальная деталь была. То, что они там разделывали тушу мамонта. Такого еще не видел. Всегда везде что-то новое. Так, ты куда пошла? Подожди. Если клинки, шлемы, практически все необходимое. Я думаю, тебе нужен вот этот щит. И, кроме всего прочего, лунный камень. Ладно. Если что понадобится, загляни в магазин. Ты плохо себя чувствуешь? Держи свой меч. Я уже давно ищу этот клинок. И как тебе удалось в одиночку перебить всех бандитов? Ой, я упорился. У моего отца был любимый прием боя со щитом и мечом. Давай я тебе его покажу. В память отца. Отлично. Ну ладно. Хорошо. Так, что у нас там по квестам? Вот это я не хочу делать ни то, ни другое. Ладно. Пойдемте поспим в следующей части и отправимся к Сидобородам. Ибо нее хрен уже хватит. Потому что умирать от этих всяких рандомных монстров. Маленько надо продвинуться вперед по сюжету. Сколько у нас уже там? Часов 10, наверное, наиграно. Так, спать. Все, спать. Кстати говоря, многие спрашивают, зачем тут спать. Можно же просто ждать, когда спишь. По крайней мере, по предыдущим частям я знаю, что выспавшийся, ты полный силы. Что тебе нужно, мой танк? Ты, блин, не спрашивай так. Спать текстом. Короче, когда выспавшийся, тебе и больше экспо идет, у тебя все лучше получается. Вроде как. Не знаю, как это осталось в этой части. Но, тем не менее, это так. Ну и ладно. Я думаю, что на этом мы прекратим эту серию. К Сидобородам пойдем в следующий. Так что, пока-пока-пока. Сидобородам пойдем в следующий. Сидобородам пойдем в следующий.